Здравствуйте! В эфире Инфограмма. Значит, самое время поговорить о событиях, которые произошли в жизни молодежи. Новые победы брянских танцоров в наши КВНщики на фестивале Кивин в Сочи. И, конечно, главная тема – День студента. Итак, обо всем по порядку. В Сочи завершился 28-й фестиваль Кивин. Брянскую лигу в столице зимних Олимпийских игр 2014 достойно представили две команды. Победители отшумевшего сезона – команда «Одна такая». А также сборная «Новые кадры», которую тоже сезон провела в Брянске. Среди участников были и так называемые выпускники Брянской лиги – Новиков Руслан, Алексей и Александр Сычевы. Ребята в составе московской команды «Будем дружить с семьями» пробились в высшую лигу КВН. Кроме того, в ходе фестиваля руководство лиги посетило множество обучающих мастер-классов и семинаров. Остается надеяться, что эти знания позволят сделать новый 18-й сезон КВН еще более интересным. Воспитанницы школы танца в Мане привезли в Брянск Кубок России. Танцевальный турнир проходил в Орле. Брянские танцовщицы одержали победу в номинации «Стрит-дэнс». В другой же номинации «Лучшее танцевальное шоу» ученицы Марии Арсеновой и вовсе заняли весь пьедестал. Первое, второе и третье места достались нашим танцорам. Праздник студенчества. Более 50 тысяч брянских студентов 25 января отметили Татьянин день. Празднования длились всю неделю. Студенты стали участниками межвузовского турнира по лазертагу. А еще выясняли, кто лучше в караоке-битве. В итоге оказалось, что самые меткие учатся в БГТУ, ну а самые голосистые в областном колледже искусств. А вот среди студентов БГУ нашлось немало фигуристов. Об этом подробнее далее. Конкурсы, викторины и угощения. Отмечать свой праздник с размахом – это традиция студентов Брянского государственного университета. Тем более, что сессия уже позади. Отличники и спортсмены. Где же еще быть самым активным и спортивным в самый разгар зимы, как ни на льду? В этом году в свой праздник студенты БГУ устроили настоящее ледовое шоу. Эта традиция возникла у нас где-то 5-6 лет назад. Несколько лет не могли ее реализовать из-за того, что на улице просто был плюс. Но в этом году погода отличная, специально для нашего ледового праздника. Танцы по традиционные русские валенки и веселые эстафеты. И все это на коньках. Для тех, кто не умеет кататься, отличный повод научиться. В этот раз никакие падения точно не страшны. Ведь рядом однокурсники, которые всегда подстрахуют. Все падают, катаются на коньках и радуются, потому что сегодня праздник. Безумно классно. Очень не нравится. Очень весело, здорово. Классно. Какой он современный студент? Чем увлекается? Сколько времени посвящают учебе? И о чем мечтает? Пока сами виновники торжества парили на льду, мы пытались найти честные ответы на эти вопросы. Ну, давайте с вами попробуем составить портрет современного студента. О чем мечтает студент БГУ? Студент БГУ мечтает о хорошей стипендии, о дальнейшей работе и, как говорится, а не знаю, что как говорится. Студент БГУ, он какой? Студент БГУ, он веселый, такой артистичный, готов всегда выступить на сцене. Вот мне представляется так. Подготовиться к экзамену за ночь? На самом деле, да, был такой опыт. За ночь реально подготовиться к экзамену. Ну, не к экзамену, к зачету. К зачету точно можно, к экзамену не пробовать еще. А к экзамену тоже можно подготовиться. Нужно не спать всю ночь, пить много кофе и изобрить учебники. А как попасть в общагу после 12? Никак, никак не попасть в общагу после 12. Сегодня в вузах региона обучается более 28 тысяч студентов. Около 23,5 тысяч человек получают образование в средних специальных учебных заведениях. Проблемы современных студентов мало чем отличаются от того, что волновало их предшественников и 100, и даже 200 лет назад. Как объединить образовательный процесс с личными увлечениями и при этом все успеть? Среди нынешних студентов немало тех, кто кроме учебы занят научно-исследовательской работой и волонтерской деятельностью. Есть и те, кто параллельно с лекциями и экзаменами успевает побеждать на творческих фестивалях и спортивных турнирах. Алина Карасева и Катя Костикова Сегодня их имена хорошо известны среди брянских танцоров. Обе выросли в коллективе «Элегия» и обе сегодня являются хореографами. Они объездили, пожалуй, все российские престижные чемпионаты и батлы по хип-хопу. Стали чемпионками не только области, но и страны. Успели даже засветиться на международном уровне. Сейчас девчонки готовят маленьких танцоров к предстоящим весенним соревнованиям. А еще заняты организацией второго областного танцевального фестиваля «Эмоушн». Он состоится в середине апреля. И все это параллельно с учебой в УЗИ. Ездим на соревнования, получаем какие-то знания от других тренеров, хореографов. Ездим на мастер-классы, смотрим видео каких-то крутых чемпионатов. Какие-то движения выборочно видим. Что-то придумываем в голове. Просто смотрим, стоим возле зеркала и так новые движения приходят. Девушки учатся в брянском филиале «Ранхикс». Катя – второкурсница, будущий менеджер. Алина – выпускница ВУЗа. Идет на красный диплом. Отчасти я творческая, отчасти я управленец. Потому что в большей степени мне приходится взаимодействовать с людьми. А это под собой подразумевает то, что идет некое влияние на людей. И я должна уметь ими управлять и с ними взаимодействовать. То есть отчасти мне как раз понадобятся вот эти навыки, чтобы общаться с людьми. А вот все мечты и планы Дмитрия Лужецкого связаны с профессией, которую он осваивает. Дмитрий – будущий юрист. Студент четвертого курса является членом научного совета юридического факультета БГУ. Дмитрий уже успел попробовать себя в нескольких проектах. Вместе с другом недавно они решили принять участие в конкурсе бизнес-планов. В итоге проект будущих юристов – помощь социально незащищенным слоям населения в сфере юридических услуг – был признан лучшим. Прежде всего, инициатива была связана с тем, что большинство выпускников нашего ВУЗа не работают по специальности. А таким образом мы создаем не только рабочие места для самих себя, но и применяем свои навыки и знания как юристы и работаем по профессии. Творчество и ничего кроме. Валентину Авдеенко 17 лет. Он первокурсник областного колледжа искусств. С детства играет на фортепиано, однако в его жизни есть место не только музыки. Валентин еще и дизайнер. Ну, это была такая давняя мечта. Одна моя знакомая подруга просто посоветовала, сказала, что вот есть такое у нас отделение такое, театр моды, там вот есть и дизайн. И мы решили вместе сходить, посмотреть, что как, и вот пару месяцев уже я тут занимаюсь. Свои наряды Валентин впервые представит на конкурсе «Территория моды», который состоится 11 февраля. На этой неделе свой праздник отмечали не только студенты. Любители мороженого отпраздновали День Эскимо. Об этом и поговорим с нашими мини-экспертами. Матвей, ты любишь эскимо? Да. А каким должно быть настоящее вкусное эскимо? Оно, чтобы было и желе, и клубничное. С палочкой, вафельной. Оно вкусное и охлаждает летом. А вообще, людям можно зимой кушать мороженое? Нет. Почему? Потому что у них горло заборят, а не будет болеть. Даже дома нельзя. Почему? Так моя мама говорила, и я его, думаю, вообще не хочу есть. Что нужно кушать зимой, чтобы не заболеть? Надо кашу есть. Кашу? Да. А еще? Еще надо есть полезные тибуроты. Я ем их дома. Кого? Тибуроты. Это что такое? А что можно есть? Картошку горячую. Ну, все овощи, чтобы не заболеть. Лук. То есть картошка горячая помогает, если заболел? Да. И лук, и святая вода. А из сладости есть что-то полезное, что нужно есть? Нет. Сладости все вредные? Да. И конфеты вредные? Да. В некоторых конфетах есть пальмовое масло. А это что такое? Пальмовое масло, и это очень плохая вещь. Но ты бы хотела, чтобы в детском саду тебе давали мороженое? Да. И какое? Черничное. Почему черничное? Потому что я его тоже люблю. Так ты сладкоежка. Нет. Нет, нельзя. Каждый воспитатель не дает мороженое в саду. Ты правильно. А только... Тут нельзя, а то сейчас начнется драка за мороженое. То есть вдруг кто-то пришел, начал есть, а другие тоже захотят и влезут в драку? Да. У тебя такое случалось? Никак-то. Ну, ты этого опасаешься. Ну, я говорю, нельзя в помещении мороженое брать. А как правильно есть мороженое тогда? В помещении нельзя, зимой нельзя. Как можно? Летом, когда солнце печет. Спрятаться ото всех нужно? Это в тайне, в логах. Если вы даже в палатке можете спрячить, вы можете там поесть. Это была программа «Инфограмм». Листайте ленту самых ярких событий вместе с нами. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...